Главная мечта еще раз в космос Алексей Овчинин о полетах на орбиту, елке на МКС и Оливье в пакете. 6 января 2019 года, 15 часов 15 минут Раиса Баксичева в интервью Арти космонавт Алексей Овчинин рассказал, как проходит Новый год на МКС, что принято отправлять на орбиту в качестве подарка и какие фильмы про космос он советует посмотреть. Также Овчинин описал подготовку к следующему старту. 1 марта Алексей Овчинин отправится на МКС вместе с двумя астронавтами НАСА, Ником Феигом и Кристиной Кук. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что вы отправляетесь в полет 1 марта вместе с американскими астронавтами Ником Феигом и Кристиной Кук. Расскажите, началась ли уже подготовка и какие мероприятия запланированы, и с Ником, и с Кристиной у нас уже были совместные тренировки. Сейчас они в США, но в январе прибудут сюда, в Звездный городок, и у нас опять будет комплекс тренировок как на российском сегменте Международной космической станции, так и на корабле «Союз», в подмосковном Звездном городке находится комплекс учебных модулей МКС, где космонавты получают необходимые навыки работы на орбите. Арти, после этих тренировок предусмотрены обязательные комплексные экзамены. Как оцениваете перспективы нового запуска? Какие задачи поставлены? Скажу сразу, мы ждем этого полета. Часть задач переносится с предыдущего полета, который у нас не состоялся, часть — новые. Эти задачи постоянно уточняются. Я думаю, что в январе мы уже будем окончательно знать, что сможем выполнить. Насколько вы сработались с Ником Чойгом? Мы с Ником тренировались больше, чем с Кристиной. Но мы очень быстро сошлись с ним, проблем вообще не было. Ник очень грамотный, хороший человек сам по себе. Во время подготовки и личного общения у нас вообще с ним не было никаких проблем. Он меня познакомил со своей семьей, я его — со своей. Как вы считаете, не мешает ли постоянная политическая напряженность развитию космического пространства? Я считаю, что такая напряженная обстановка тормозит развитие космонавтики, космической техники. Если бы этого не было, мы бы вместе быстрее что-то создавали, быстрее, возможно, полетели к Луне, к Марсу. Одна из задач предстоящего полета — печать биологических тканей на магнитном 3D-принтере. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Это чисто российский эксперимент. Выращиванием тканей органов на Земле занимаются достаточно давно, но в космосе этот эксперимент еще никто никогда не проводил. И российские ученые, разработчики этого эксперимента создали магнитный 3D-биопринтер. Эксперимент уже проводил Олег Каноненко, и мы выполнили в космосе его первыми. Сейчас результаты обрабатываются, скоро будут внесены коррективы в аппаратуру, будут печататься новые виды тканей. Вообще, это очень интересный проект. Осенью 2015 года вы участвовали в дегустации различных блюд, предназначенных для космонавтов на борту МКС, их было около 160. Расскажите, какое у вас любимое блюдо космической кухни? А что противное? Российский ассортимент широкий. Перед полетом все космонавты и астронавты пробуют всю еду и оценивают по десятибальной шкале, понравилось или не понравилось, и потом могут заказать дополнительный контейнер с наиболее понравившимся питанием. Я заказал дополнительно борщ и дробленую бруснику с сахаром. Очень вкусная штука. Открываешь железную банку, и как будто бы только что сорвал в лесу горсть брусники. Очень много вкусных рыбных консервов, осетр, белуга, всегда с удовольствием ем. Противного нет, но есть то, что просто не хочу. В прошлом полете я не ел свинину. Почему-то не хотелось. А рыба шла изумительно. Есть ли новогодний стол у космонавтов? Из чего он состоит? Новогоднего стола как такового у космонавтов нет. Новогодний стол собирается из того набора продуктов, которые есть на борту. Единственное, к этому могут добавиться какие-то вкусняшки, которые прилетят с грузовиком. Если он прибыл, арти, где-то перед Новым годом, то семьи могут присылать специальные бонусы. Заказываешь, чтобы ты хотел видеть на новогоднем столе, это прилетает, и ты это достаешь. Какую музыку слушаете в полете? Слушаете что-то из российского рэпа? Рэп вообще терпеть не могу. Слушаю или тяжелый рок, или классическую музыку. Вы закончили музыкальную школу. Играете сейчас? Две вещи, которые я не успеваю, достроить дом и играть на фортепиано. К сожалению, пока не успеваю. Какой ваш любимый фильм про космонавтов? Лучший российский фильм про космос. Из старых это Солярис. Из новых время первых, Салют 7, хорошие фильмы. Конечно, там есть о чем поговорить в профессиональном смысле. Арти, но с не то очень хорошо. Думаю, этими фильмами мы привлекли большую аудиторию, кто-то заинтересовался космонавтикой и в будущем планирует прийти к нам работать. Кто из советских космонавтов, ваш кумир? Для меня кумир, Владимир Александрович Дженебеков. Об их подвиге рассказано в фильме Салют 7. Они состыковались с нерабочей станцией, привели ее в работоспособное состояние. Еще я назвал бы Юрия Ивановича Малинченко. Мы с ним вместе летали. Можно сказать, он был моим учителем. Это был мой первый полет для него, шестой. По всем вопросам я всегда обращался к нему, и он всегда подсказывал и рассказывал, как лучше строить работу в космосе. Вы уже полетели в космос, исполнили главную мечту советского школьника. Какие задачи поставлены на следующий год? Какая мечта еще осталась? Главная мечта еще раз полететь в космос. Что самое сложное в профессии космонавта? Самое сложное, ждать. Ждать первого полета. Если бы была возможность взять семью в космос, взяли бы? Нет. Как вы оцениваете перспективы космического туризма? Космический туризм и профессиональная деятельность космонавтов, это две параллельные ветви, они не должны пересекаться и скрещиваться. Если туристов будут вклинивать в экипажи кораблей, то кто-то из профессиональных космонавтов, кто долго готовился к полету, не полетит, поэтому космонавты должны летать по своей программе, а туристы по своей. Как празднуют Новый год в космосе? На борту есть маленькая елочка. Ее достают из загашника, наряжают всем подручным материалом, что можно найти. Достаем все самое вкусненькое, что-то из штатного рациона, что-то из посылок от родных и близких. Когда Антон Шкаплеров летал, знаю, они пытались сделать оливье из тех ингредиентов, что у них были. Все мелко рубили, чтобы не разлетелось, складывали в пакет. Конечно, это был не тот оливье, но уверен, что они его съели с огромным удовольствием. А шампанское? Поздравление президента, шампанского не бывает. Все передачи мы смотрим в записи. Задержка обычно на сутки. Но если получится, то через интернет в прямом эфире смотрим, это зависит от связи. Новый год на борту МКС встречал интернациональный экипаж, в состав которого входит космонавт Олег Каноненко. Известно, что он остался в этом году без подарка из-за неудачного старта в октябре. Расскажите, что вы везли ему на орбиту. Возместите ли подарком на 23 февраля? Думаю, подарок ему пришлют на ближайшем грузовике. Обычно бонусные контейнеры от родственников и группы психологической поддержки приходят на грузовых кораблях. И Олегу тоже прилетит минимум один, а то и компенсация за недолетевший подарок. В правильном новогоднем подарке должно быть то, что космонавт больше всего любит. У кого-то сладости, кто-то мечтает об остреньком.